всем доброго здоровья сейчас март мы на урале в лесу на окраине леса в этом лесу лет 10 назад произошел такой низовой пожар видите выгорела вся трава кусты сосны и не пострадали у них кора толстая а вот можжевельник есть выгорел и есть засох попадаются и деревья кусты и побольше чем эти но эти тоже смотрите какие довольно крупные и вот я его собираю затем обрабатываю сначала я топориком врубаю мелкие ветки они тут же у меня идут в костер очищаю обгорелости и сучки затем еще подравниваю кору убираю ножом получается вот такие штучки затем беру болгарку с таким лепестковым диском и шкурю эти веточки получается вот такая заготовочка и ее потом я уже перехожу на торцевую пилу такая маленькая пила здесь сделан специальный упор чтобы была одинаковая толщина мы отрезаем их спилов и пилю здесь заготовку на спилы и и и и получаются такие вот спилы они разной формы разных размеров толщина одинаковая примерно у всех но они вот видите тут такие у них неровности это все нужно зашлифовать шлифовальной машинки специальные меня нет зато у меня есть шуруповерт у него такая насадочка и на ней я шлифую эти спильчики такие вот получается теперь нам нужно подготовить основание для панно многие используют фанеру но я фанеру не люблю она слоится вообще не очень экологически чисто поэтому я использую обычные досочки бельмовки можно потоньше вот подготовил мой кто-то у нас нужно нарисовать какую-нибудь форму в данном случае у нас вот елочка и сейчас я ее лобзиком режу как тут только не мешает такая вот собачка ласковая любви обильная собачка ее зовут марах ну что ж сейчас будем выпиливать как тут и все так вот и все и все и все и все и все получилась вот елочка ну можно любые формы вырезать я люблю больше природные елочки и солнышки а можно хоть хоть танк можно сделать любые теперь нужно эту заготовочку нам снова пошлифовать болгарочкой тем же лепестковым диском чтобы заготовка от влаги не повреждалась и чтобы она приобрела интересный цвет я ее обжигаю такой вот горелочкой остался последний заключительный этап раскладываем на заготовке делаем рисуночек и потом с помощью столярного клея пва приклеиваем их прижимаем плотненько и приклеиваем получается вот такие замечательные штучки здесь с этой стороны уже посерлить дырочку чтобы его можно было не только поставить но и повесить на стенку вот такая еще есть можно в баню повесить можно в комнате будет и красиво и приятно пахнуть и полезно ну чтож я с вами не прощаюсь творите своими руками живите в родовых поместьях на земле быть добро